В областной библиотеке в понедельник с самого утра ажиотаж. Мобильные бригады врачей 4-й городской больницы вступили на дежурство. Желающие могут пройти вакцинацию, а те, у кого с момента первой процедуры прошло более полугода, ревакцинироваться. Сегодня единый день вакцинации проходит в здании областной библиотеки. И уже в первые часы работы прийти и сделать вакцинацию или ревакцинацию смогли много самарцев. Врачи говорят, если такие темпы сохранятся до вечера, то акция повторится уже завтра. Мобильные пункты вакцинации хорошо себя зарекомендовали. Мария Николаева в качестве волонтера работает здесь уже в пятый раз. Девушка-будущий медик сейчас учится в колледже. Говорит, для нее важно принимать участие в таких событиях еще и с практической точки зрения. Как практика, возможно, общение с людьми. Мне нравится помогать, общаться, смотреть, кто на что реагирует, как работают, смотрю, врачи, как общаются. Наталья Пименова – опытный врач. Но сегодня в другом амплуа. Пришла пройти ревакцинацию. Иммунитет имеет свой срок. Надо ревакцинироваться. Снижает вероятность заболевания и вероятность тяжелых случаев ковид. Первый раз, можно сказать, я в числе первых вакцинировалась. На сегодняшний день эта тема не потеряла своей актуальности. И даже, наоборот, нужно сказать, что именно сегодняшнее время, когда мы видим снижение заболеваемости, это тот период, когда необходимо провести ревакцинацию. Вакцинация по-прежнему остается самым надежным способом защиты от коронавируса, говорят врачи. Потому что способствуют выработке коллективного иммунитета. Сделать прививку можно и в поликлинике по месту жительства. Кроме того, в Самаре и Тольятти открыты пункты на базе торговых центров. Мария Левина, Василий Колдашов. События.